Дениса Лесникова Денис Лесников 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 Денису Владимировичу наказание в виде пожизненного лишения свободы с полной конфискацией принадлежащего ему имущества с лишением права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью по обучению и воспитанию несовершеннолетних детей сроком на 20 лет. Суд также вынес частное определение в адрес ДВД Кустанайской области. Полицейские в месячный срок должны сообщить, как они поощрили Владимира Радченко, волонтера, который фактически выполнил работу сыщиков. Владимир Крикун, 7 канал, Кустанай. История Виктории Гани потрясла всю страну, но это не единственный трагичный случай, который получил такой резонанс. Давайте вспомним самые громкие пропажи и убийства детей за последние два года. 8 октября 2013 года в Ак-Тубе обнаружили дорожную сумку с телом Гульдеры Сакеновой. Ей было 14. Девочка познакомилась со своими потенциальными убийцами Сергеем и Викторией в интернете. Те заманили школьницу на квартиру, где сутки пытали девочку, а затем изнасиловали и убили. Сергея Наумцева приговорили к пожизненному сроку отбывания наказания. Подельнице дали 25 лет. В тот же год, спустя 13 дней, в Павлодаре пропала 14-летняя Анастасия Шарипова. Девочка вышла из школы и не дошла до дома. В ее убийстве обвинили 20-летнего соседа Виктора Бахарева. Он получил 25 лет колонии строгого режима. Еще через месяц, за три дня до Нового года в Алматы пропала Айсулу Джамбарбек. 15-летняя ученица колледжа села в такси, но так и не доехала до дома. Суд установил, что убийство делало рук уже трижды судимого водителя такси Виталия Отапина. Его приговорили к 18 годам. А буквально три дня назад в Карагандинском областном суде признали виновной убийцу 11-летнего Леона Серегбаева, его родную тетю. Девушку приговорили к 17 годам тюрьмы. Напомню, она ударила ножом, а затем задушила своего племянника, который стал свидетелем кражи шубы. После убийства преступница сожгла вещи мальчика и сбросила тело в яму уличного туалета.